Так как вы будете практиковать стояние столбом дома самостоятельно, рядом не будет меня, что я мог вам подправить. Для этого есть много приспособлений. Мы будем использовать с вами обычную ровную стену. Очень полезную использовать на начальном этапе, когда вы меня научитесь правильно стоять, чтобы ваша спина была правильной. Хочу сказать сразу, за время нашей жизни с идеальными спинами, это, ну не знаю, единица людей, да, и ста, наверное, один наберется, да, у кого правильная структура спины. Даже у меня спинами идеальны, скажем так. У меня были травмы не только шеи, но и спины очень серьезные. Но я дальше совершенствуюсь и не займусь. И с каждым днем мое здоровье все крепче и улучшается. На что обратить внимание? Так как я говорю, что у нас есть некоторые люди, у кого избыточный лордоз, для такого фраги в спине, и, соответственно, кихос, кто у нас больше сутулиться. Вы должны понимать, что есть разные задачи, да, как, что исправить. Если кому интересно, могу лично написать именно восточную систему, как поправить свою осанну. Это пригодится особенно для ваших детей и внуков, у кого уже сейчас из-за пользования гаджетом очень плохая осанка. И также вам. Но помимо того, что когда вы выберете свою осанку, необходимо укрепить нужные мышцы, чтобы они ее держали. А то через некоторое время ваш результат опять снизойдет на нет. Когда мы с вами подходим сзади к стенке, у нас должно быть в идеале три точки касания. Это наши ягодицы, наша поясница и наши лопатки. Затылок голова не касается, потому что это избыточный у нас получается. Вот такой у нас лордоз шеи. Это не нужно, это тоже очень плохо. Что важно, мы стоим у стеночки, так правильно соблюдаем ноги, ноги. Я покажу еще на видео, как нужно правильно стоять. Можно поставить таймер. Рекомендую не торопиться, фоксировать и не пытаться стоять на 5-10 минут. Лучше постоять одну минуту, пауза, не знаю, отдохнуть одну минуту, потом еще постоять. И так постепенно увеличить. Через неделю, допустим, уже будете стоять три подхода по полторы минуты. Объясню почему. У вас, у нас все приобретены неправильные привычки. Представляете, ваши органы, допустим, у меня избыточный кифоз. Я вот так стою, да, у меня подъявится живот вперед, здесь плечо, а сам. Если я с выровняю идеально, у меня получается лордоза нет, зато у меня ужасный кифоз. У некоторых, наоборот, избыточный лордоз, а кифоза нет. То есть я лопатки поставлю идеально, а здесь у вас будет очень большой зазор. И, соответственно, нужно все это делать постепенно, методично. Не пытайтесь форсировать. Были мы молоды, ну, не знаю, лет, наверное, до 30. Можно было очень интенсивно и быстро это все исправить. А сейчас исправлять постепенно, идти мелкими шажками. И в итоге добьемся самых лучших результатов. Вера – это основное, что должно нас мотивировать. Каждому по вере воздается. И не у касающей надежды. Три, наоборот.